Почти 261,5 миллиона рублей будет направлен в текущем году в Тверской области на обеспечение учеников начальных классов горячим питанием. Большая часть средств поступит из федерального бюджета, что позволит в два раза повысить стоимость одного обеда, а значит обеспечить более качественное и сбалансированное питание школьников. С 1 сентября 2020 года по инициативе президента Владимира Путина в России вводится бесплатное горячее питание для начальных классов. При этом федеральную субсидию получат только те субъекты, где все готово для организации школьных обедов. Таковых только 58 краев, республик и областей. Среди них и Верхней Волжи, где такая практика применяется еще с 2007 года. Хотелось бы мысленно поаплодировать за ту огромную работу, которая была проведена и правительством Тверской области с обеспечением детским питанием, о чем говорил наш президент в послании Федеральному собранию. Здесь мы увидели, что в Тверской области все на высшем уровне. Из всей суммы в 261,5 миллионов рублей, большая часть, 219 миллионов 600 тысяч, поступит из федеральной казны. Из областного бюджета направят более 15 миллионов. Софинансирование со стороны муниципалитетов составит 26 миллионов 100 тысяч рублей. Благодаря этому в Верхней Волжи в новом учебном году бесплатным горячим питанием будут обеспечены более 57 800 учеников начальных классов. При этом выиграют не только они. Сегодня, благодаря полученным федеральным предствам, которые к нам пришли по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, нам удалось высвободить несколько десятков миллионов рублей, которые нами направлены на ремонты, на ремонт крови, крыш наших учебных заведений. Стоит отметить, что семьям с невысоким уровнем дохода в Тверской области представляются и другие меры поддержки. В частности, бесплатное горячее питание получают свыше 18 тысяч школьников, независимо от возраста. На эти цели в региональном бюджете на текущий год предусмотрено свыше 57 миллионов 700 тысяч рублей.